Если вы любите голливудские фильмы, то вам в цирк. Я серьезно. Братья Забашные привезли в Петербург настоящий блокбастер в духе Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса. Новогоднее цирковое шоу называется «Афу приземления». В нем есть крушение летающей тарелки, инопланетянин, безумный профессор и даже люди в черном. Здравствуйте, Александр Мавова, канал «Теледетки». Скажите, пожалуйста, вы использовали какие-то цитаты из известных фильмов или, может, отсылки к ним? Естественно, да, голливуд здесь имеет отношение к этому, как впечатление и как... Вот единственная, как бы, такого масштабная отсылка. А сама история, она абсолютно авторская, вот, и персонажи не имеют аналогов. Каждый год мы с братом выпускаем новые шоу и пытаемся познакомить нашего зрителя с разными историями. Инопланетная история, она всегда интересна и можно фантазировать в любую сторону, то есть возможности для осуществления хорошего продукта, они большие, но в то же время и сложные, потому что это всегда должно быть интересно, качественно и в том числе дорого. То есть создание инопланетного шоу – это, ну, всегда большая ответственность. Это уже второе шоу. В первом человек попадал на летающую тарелку. А теперь инопланетянин пожаловал на Землю и встречают его не очень гостеприимно. А что вы постоянно записываете? А это меня просили записывать все, что здесь происходит. Вы не видели пришельца? Ему пора укольчик сделать. Очень хороший герой. Я его страшно люблю, потому что в результате этого счастливого несчастного случая, который с ним случился, у него оказалась, в его семье оказалась земная девушка, и от них потомство такое образовалось, из которого на Землю потом вернулись странные существа, которые стали чудаками, гениями и все такое прочее. В общем, все, кто на Земле гений – это потомки как раз моего персонажа. Была сложность сначала понять, как он движется. Мне нужно было понять, что он как бы не человек, да? Если он не человек, нужно было почувствовать, а кто он вообще, если он не человек и не гуманоид. И вдруг я подумал, что он должен быть рептилоидом. А раз он рептилоид, то он немножко и лягушка, и немножко и дракончик, и немножко и змея. А потом уже осталось просто получать удовольствие от того, что он начинает существовать, и все. Сегодня случилась сенсация. Мы стали первыми журналистами в мире, которым удалось взять интервью у инопланетянина. Он будет гостить у нас на Земле до 8 января, поэтому у вас тоже есть шанс познакомиться с ним. Ну а земные корреспонденты Александра Попова и Милана Ануфриева с вами прощаются.